Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Сегодня я выпустил ролик. Началась практически полномасштабная война на границе Азербайджана и Армении. Уже много раненых и убитых, особенно со стороны армян. Вот линия соприкосновения, граница между Азербайджаном и Арменией. Здесь сегодня шли интенсивные бои с применением тяжелой атиллерии, минометов, пулеметов. Практически все виды оружия были задействованы, кроме авиации. Ну и вот, армяне объявили имя первого погибшего. Уже официально Министерство обороны Армении обнародовало имя одного армянского военнослужащего, погибшего в результате боевых действий на Азербайджано-армянской границе. Ведомство официально объявило о гибели военнослужащего контрактника Арутюняна, 91-го года рождения. Также Министерство обороны сообщило о 12 военнослужащих, попавших в плен. Сейчас я вам покажу. Распространились кадры взятых в плен армян. Вот они, связанные руки у них. Так, опубликованы в виде фотографий армян, взятых в плен в результате операции азербайджанской армии против армянских военнослужащих, устроивших провокацию и нарушивших границу Азербайджана. Следует отметить, что контратака у жилых сил Армении была отражена азербайджанскими военнослужащими. В ответ на провокации армянской стороны были уничтожены противотанковые средства, минометы противника. При этом были уничтожены личный состав и боеприпасы вооруженных сил Армении. Говорят, много погибших еще со стороны армян. Министерство обороны Турции заявило о поддержке Азербайджана. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар позвонил главе оборонного ведомства Азербайджана, генерал-полковнику Закиру Гасанову. В ходе телефонного разговора Закир Гасанов проинформировал турецкого коллегу о нынешней ситуации на Азербайджан-армянской границе и провокациях Армении. Также заявил о решительном предотвращении этих шагов. И, как всегда, Турция сказала, что мы всегда поддержим Азербайджан. И в случае военных действий уже, настоящей полномасштабной войны, Турция поддержит Азербайджан. Пресс-служба президента заявляет. Шар Мишель позвонил Ильхаму Алиеву. Председатель Европейского совета Шар Мишель позвонил сегодня президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе разговора Шар Мишель выразил беспокойность в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе. В ответ на обращение Шарля Мишеля президент Ильхам Алиев отметил, что армянская сторона не раз совершала военные провокации в Шуше, Лачине и Кельбаджаре. И последняя широкомасштабная атака Армении состоялась сегодня. Глава государства рассказал о наличии раненых военных с азербайджанской стороны, а также заявил об адекватных ответных действиях на провокации Армении. Вот на фотографии Ильхам Алиев. Ильхам Алиев отметил, что вся ответственность за сложившую ситуацию лежит на военном политическом руководстве Армении. Ну и последняя новость. Министерство обороны России заявляет, после разговора с Шойгу Армения и Азербайджан остановили огонь. Это уже свежие новости совсем уже. Глава Министерства обороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки после разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу. Так, об этом сообщается в сообщении Министерства обороны России уже. Россия вмешалась в войну. В результате телефонных переговоров с главами военных ведомств Азербайджанской республики, республики Армения, проведенных по инициативе министра обороны Российской Федерации, генерала армии Шойгу, азербайджанской и армянской сторонами, были предприняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем. Говорится в сообщении, извиняюсь, Министерства обороны России. Ну да, Шойгу решил мешаться, серьезно уже звонили, созванивались друг с другом и вот сегодня остановили уже к ночи уже стрельбу. А так бы там продолжались быть, извиняюсь, убитые, раненые, покалеченные. Завтра утром будет ясно, что, сколько человек конкретно погибли. Количество раненых, убитых, плененных. И будем, так сказать, следить за ситуацией, что заявят Армения, то есть Пашинян и Ильхам Алиев. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.